Друзья, всем привет! Сегодня мы находимся на объекте, который мы сделали для нашей заказчицы. То есть это непривычный нам всем объект под продажу. И мы в этом ролике хотим вам показать и рассказать, как при ограниченном бюджете можно сделать квартиру своей мечты. И обязательно досмотрите до конца, потому что если вы планируете ремонт, здесь вы почекнете для себя наверняка что-нибудь интересное. Вот эта люстра напоминает какой-то ряд жемчужных бусин или жемчужного колье. Свет вроде бы такой стиль лоф, но как здорово он всегда вписывается в такой интерьер. Для того, чтобы не было визуального шума, мы здесь обошлись без ручек. Ручки у нас здесь интегрированные. Ну и как говорила я вам про красоту города, показываю. Не вру. Начнем мы, конечно же, со входной зоны, как это делаем мы обычно. Входную дверь мы меняли от застройщика. Полностью все в этом проекте. Мы делали с нуля всю бытовую технику, мягкую мебель, все абсолютно делали мы, так сказать, все включено. По левую сторону здесь находится небольшая обувная зона, обувной шкаф. Сверху такие небольшие речки с крючками. А по правую сторону мы здесь ломали чуть-чуть стену для того, чтобы расположить шкаф. Внутри у нас все необходимое. Он как бы спрятался у нас в стене. Проходим в кухню-гостиную. Сейчас будет о ней чуть-чуть поподробнее. А дальше пойдем в остальные зоны этой квартиры. Итак, находимся мы сейчас в гостиной зоне. И хочу обратить ваше внимание сразу на прекрасное сочетание цветов. Это такая монохромность, воздушность, везде пастельные оттенки. Потому что делали мы этот интерьер для девушки, для владелицы косметологической клиники. Ну и сразу бросается в глаза, конечно, этот потрясающий диван современного такого стиля. Опять-таки смотрим на цвет. И посмотрите еще какой он удобный и какой он большой. То есть я сажусь и еще есть целое полноценное место для того, чтобы сесть кому-нибудь рядом. Можно вытянуть ножки и отдыхать. Напротив дивана располагается зона ТВ с вот такой вот красивой тумбой. Обратите внимание, тоже такая вроде как сливается со стеной. Стены у нас здесь, это обои, хотя со стороны кажется, что это стены под покраску. Опять-таки возвращаемся к тому, что при грамотном распределении средств все получается просто лучше, чем вы себе могли представить. Позади телевизора находится вот такая вот панель из МДФ и, конечно, такая зеркальная вставка, чтобы придать еще больше воздушности и дизайна этому интерьеру. Кстати, вот эта панель очень здорово сочетается с фасадами у нас на кухне. Ну, собственно, сейчас мы туда прямо и пройдем. Кухня у нас получилась очень функциональной и, наверное, самый лучший выбор это всегда там два-три цвета. И здесь на этом примере вы можете посмотреть, как нижние ящики у нас такого приятного холодного бежевого цвета, а верхние фасады у нас белые. Притом не просто белые, но еще и такие фрезерованные в потолок. Ну, самый, наверное, лучший выбор. Конечно, для того, чтобы не было визуального шума, мы здесь обошлись без ручек. Ручки у нас здесь интегрированные в нижние фасады, а верхние фасады у нас с таким небольшим нависанием, тоже всегда беспроигрышный вариант. Верхние фасады у нас здесь все. Это фасады с полками. Здесь вообще обратите внимание, как здорово сделано. То есть даже если вы устанавливаете вытяжку, дополнительные места хранения на верхних полках тоже всегда приветствуются. По поводу бытовой техники. Здесь фирма Bosch. Здесь у нас варочная панель. За этим фасадом у нас спряталась посудомоечная машина, тоже фирмы Bosch. Смеситель, дозатор. Смеситель у нас с двойным изливом, с обычной водой и фильтрованный. Здесь у нас находится сушка. Про вытяжку я уже сказала. И, конечно, встроенная микроволновая печь и духовой шкаф. Холодильник мы решили не прятать. Холодильник мы решили оставить таким, какой он есть. Но так как у нас нужно выдержать стиль такой единый, все в потолок, над холодильником мы еще сделали дополнительное место хранения в виде вот такого фасада. Ну и обеденную зону мы расположили возле стены. Рассчитана на четыре персоны. Такой белый красивый стол, над которым располагается такая потрясающая люстра на очень тоненьких тросиках, которая придает воздушность этому интерьеру. И мне вот эта люстра напоминает какой-то ряд жемчужных бусин или жемчужного колье. Ну и так как мы говорим про освещение, давайте еще пару слов буквально совсем чуть-чуть. Над столешницей мы сделали подсветку для удобства работы. Над самой кухней у нас точечники. Здесь мы расположили люстру. А в гостиной зоне мы сделали такие два трека белых, чтобы как бы растворялось в пространстве все это. И несколько тоже точек для того, чтобы это все было красиво. Но еще у нас здесь в боковой части самой кухни расположился вот такой красивый фасад с тонированным стеклом. Смотрите, как это красиво смотрится. Несмотря на то, что черный цвет, вроде бы такой стиль лоф, но как здорово он всегда вписывается в такой интерьер с благородными цветами. Помните, в самом начале я вам говорила о том, что можно почерпнуть для себя несколько идей при просмотре нашего видео? Сейчас покажу маленькую, которую мы применили здесь. Значит, у нас в квартире есть два помещения, которые можно оборудовать под санузел. Но мы решили это помещение оборудовать под такую зону, где хозяйка сможет делать все свои бытовые привычные дела. Там постирать, посушить одежду и заодно сделать какие-нибудь уходовые процедуры. Ну, если вдруг ей этого захотелось. Стиральная машина и сушильная машина у нас здесь одной серии. Сверху мы расположили фасад, где тоже будет дополнительное место хранения. А вот в этой зоне, посмотрите, как здорово все оборудовано. У нас здесь есть мойка со смесителем, тумба и навесные шкафы. Такие вот выдвижные тумбы. И навесные шкафы, где хозяйка расположит все свои бытовые средства. То есть, места хранения здесь более чем достаточно. За этими фасадами у нас расположились коммуникации. Обратите внимание, здесь все аккуратненько. И кроме того, хочу сказать, что мы в каждом нашем объекте предусматриваем абсолютно все для комфортной жизни. В том числе и датчики протечки воды. То есть, во всех помещениях, где у нас есть узлы, они у нас установлены. И это помещение тоже не является исключением. Так, ну а теперь мы пойдем с вами в хозяйский блок. И прежде чем я вас туда провожу, скажу еще раз о том, что каждый квадратный метр этого пространства был использован по максимуму. Например, вот в этой нише мы расположили также еще одно место хранения в виде вот такого большого шкафа в потолок. То есть, все свои вещи можно не бояться и не переживать о том, где же их разместить. А позади меня дверь в санузел и приглашаю вас туда. Итак, собственно, санузел, в котором у нас расположилась душевая зона, инсталляция. И хочу сразу вам сказать о том, что выбор природных материалов в санузле – это всегда наилучшее решение. В данном случае у нас здесь идет камень такой темный серый. И под дерево выполнены материалы шкафа для вот этих фасадов. Здесь тоже полочки и коммуникации. А внутри душа, посмотрите, как оригинально мы сделали. Это плитка под дерево. Во-первых, это красиво, это оригинально. И благодаря своей структуре, не пористой, это покрытие еще и очень удобно в уходе. Также у нас здесь расположилась большая тумба с раковиной. И вот такое зеркало с подсветкой, где можно собраться, накраситься с утра. И доступ к электрике для стайлинговых всяких средств. Электрический полотенцесушитель, крючки и все это в холме. В спальне у нас находится большая двуспальная кровать. Также в таких красивых бежевых оттенках. Помните, когда-то на одном из наших объектов я рассказывала про плюсы подвесных тумб. Здесь тоже такая воздушность, все в едином стиле. Большой гардеробный шкаф. Причем, обратите внимание, кстати, себе тоже подчеркните, если шкафы достаточно неглубокие, то вот такой вариант штанги вертикальной, это наилучший вариант. То есть здесь можно повесить все вещи и не обязательно их складывать. По поводу освещения. Обратите внимание, какие здесь классные бра. Они включаются вот так или вот отсюда с клавиши. Рядом розетки. И в самой комнате еще установлены две трек-системы, также белого цвета, как и в гостиной. Напротив кровати находится телевизор, а под ним мы решили никакую тумбу не устанавливать для удобства прохода. Но если хозяйка вдруг захочет, то она, конечно же, ее установит. А теперь об одном из самых главных достоинств этой комнаты, за этими шторами, которые, кстати, к тому же блок-аут, у нас находится очень классная комната, которая является балконом, но это не совсем обычный балкон, и сейчас вам покажу. Итак, собственно, наш балкон, который будет являться такой зоной отдыха, зоной, где можно посчитать книгу, посмотреть любимый фильм, в конце концов, даже помедитировать, потому что обстановка располагает, ну, просто невероятно. Во-первых, обратите внимание, сколько здесь окон, это все панорамное остекление, вид на город просто шикарный, мы находимся на 24 этаже. Про расслабляющую атмосферу, вот этот кирпич мы решили не менять, оставить все от застройщика, и как он классно сочетается с полом. Это у нас теплый пол, это плитка под дерево, и как-то все классно смотрится. Скажите, хочется помедитировать прямо, или взять книжку и погрузиться в чтение. Ну, а теперь проходим с вами по этому длинному-длинному коридору, мы попадаем в зону отдыха, где у нас находятся два кресла со столиком, и здесь можно расположиться и даже покурить кальян вечером в приятной атмосфере. Ну, и, как говорила вам про красоту города, показываю, не вру. Ну, и куда же мы без мест хранения? На этом балконе мы также расположили шкаф, и здесь можно будет располагать вещи, которые являются сезонными. А еще в этой квартире есть детская комната, и сейчас мы с вами туда пройдем. Итак, в детской комнате мы также видим, какое красивое сочетание цветов использовалось дизайнером. Во-первых, я обожаю этот розовый холодный оттенок пыльной розы, и как он здесь классно вписался в сочетание с деревом и красивого бежевого цвета. Большие два шкафа в потолок, гардеробный шкаф, шкаф с вот такими выдвижными ящиками. И еще хочу подчеркнуть, что здесь, когда открываешь, рассчитано все настолько, что вплоть до миллиметра все открывается без всяких неудобств. Здесь у нас находятся два таких выдвижных ящика и открытые полки. Огромная кровать, которая безумно удобна даже для меня, для взрослого человека. Очень мягкое, красивое и потрясающее постельное белье. Над кроватью, посмотрите, какие классные обои использовал дизайнер. Дизайнер очень красиво, птички, все воздушно, вот для ребенка самое то. Также в комнате есть зона рабочая с письменным столом, где ребенок будет выполнять уроки, либо просто сядет отдохнуть, но отдыхать он еще будет вот на таком кресле-мешке, который является к тому же таким ярким пятном этой комнаты. Давайте вместе с вами сядем на него и пару слов про него скажу. Очень удобный, мягкий и, кстати, такое же кресло есть еще и в другой комнате на балконе, где также балкон является отдельной комнатой у ребенка. Итак, проходим на балкон. Слева находится зона отдыха с таким же креслом-мешком с бра. Можно отдыхать, также почитать книжку. Такой же столик находится чуть дальше, и фишечкой этого балкона еще является то, что доступ к нему есть не только с детской комнаты, но и с гостиной зоны. На этом балконе есть также зона хранения в виде вот такого шкафа, где также можно располагать все ненужные зимой или летом вещи. Ну что, друзья, вот и подошел к концу наш обзор этой прекрасной 77-метровой квартиры, которую мы делали для нашей заказчицы. А если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии. Впереди вас ждет очень много интересных видео.